Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Исход». И сегодня мы будем читать 26 главу этой книги. И эта глава начинается словами «Скини уже сделай из десяти покрывал крученого весона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусной работаю». Давайте посмотрим, какой комментарий нам предлагает Григорий Великий, Григорий Двоеслов, Папа Римский по поводу крученого весона. «Неудивительно, что вход в Царство Небесное для нас не распахнут, если в этой Церкви, которая называется предверием того, что до ныне пребывает вне, не удерживается любовь к Богу и ближнему». Вот почему завесу скиния велено ткать, вплетая дважды окрашенную червленую шерсть. «Вы, братья, завеса скиния, вы верою покрывающие в сердцах своих Таинство Небесное. Но в завесу скинии должна быть водкана дважды окрашенная червленая шерсть, ибо червленая шерсть имеет вид огня. А что есть благодать, как не огонь? Но эта благодать должна быть дважды окрашена любовью к Богу и любовью к ближнему». Вот такое аллегорическое столкование нам предлагает святитель Григорий Двоеслов по поводу пурпуровой и червленой шерсти. Здесь мы прочитали, и Херувимов сделал из них искусственной работы. «Длина каждого покрывала – 28 локтей, а ширина каждого покрывала – 4 локтя. А число 4 указывает на 4 евангелистов или на 4 стороны света. Может означать и то, и другое. Мера одна всем покрывалам». Одна мера для разных вещей – это указание на божественное нелицеприятие. Пять покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие пять покрывал соединены одно с другим. Число 5, тем более, если речь идет о пурпуровой и червленой шерсти, это может указывать на пять ран Христа. «Сделай к ним петли голубого цвета». Голубой цвет указывает на небесное откровение, на волю Божию, которая изливается с небес. «Сделай к ним петли голубого цвета на краю первого покрывала в конце, соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. Пятьдесят петлей сделай у одного покрывала, и пятьдесят петлей сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим. Число 50. 50 в библейской традиции – это юбилейный год, когда всех отпускали на свободу, то есть объявлялась полная амнистия. Если 50 петлей на кроваво-пурпурном покрывали, это значит, что амнистия, прощение объявляются заслугами страстей Христовых, его страданий. Петли должны соответствовать одна другой. Призыв к соответствию – это призыв к братскому равенству между нами. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет с кинья одно целое. Давайте посмотрим объяснение Беды Достопочтенного. Это его трактат «О скинии». А Беды Достопочтенный пишет, поскольку число 50 означает истинный покой в Духе Святом, а для него число 50 связано с Днем Святой Пятидесятницы, когда на 50-й день после Пасхи святые апостолы получили Духа Святаго. Поскольку число 50 означает истинный покой в Духе Святом, и как в круге не видно ни начала, ни конца, так и золото своим блеском превосходит прочие драгоценные металлы, то разве в 50 золотых крючках не выражено непрерывное сияние и сияющая непрерывность высшего покоя? Крючки потому продевают в петлю покрывал, чтобы из многих покрывал получилась одна скиния. Тогда слава Небесного Царства щедро и зальется в чистые души верных, чтобы таковой связью спасительного вдохновения из обоих народов, а точнее из всех избранных, составить Церковь Христову. Действительно, соединение разных тканей, соединение разных вещей при устроении скиний, которые составляют единое целое, это единство народа Божия, ибо само понятие Церкви, это, конечно, в некотором смысле понятие здания, но Церковь Экклесия – это прежде всего собрание верных. Седьмой стих и дальше. «И сделай покрывало на козьей шерсти, чтобы покрывать скинию, 11 покрывал сделай таких, длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя – это одно покрывало». И далее подробно это также расписывается. Сначала мы читаем устройство покрывал и покрова для скиний, потом с 15 по 30 стих устройство прусиев и шестов. Выделяется 19 стих древнехристианским экзегетом Патерием. Патерием не был самостоятельным автором, он был компилятором трудов святителя Григория Великого, двоислового Папы Римского. Прочитаем 19 стих отдельно. «И под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий, два подножия под один брус для двух шипов его и два подножия под другой брус для двух шипов его». Посмотрим, какой комментарий нам предлагает Патери. «Что может обозначать под видом серебряных подножий для брусиев как ничин пророков? Они первыми открыто стали говорить о воплощении Господнем. И их мы видим как некое поднимающееся основание, которое выдерживает вес возведенной на нем постройки. Итак, когда Господь повелевает Моисею поставить брусья с киньи, Он приказывает заложить в основание их серебряные подножия. А что обозначается под видом брусиев, как не апостолы, вышедшие с проповедью в мир? Что означают подножия, как не пророков? Они крепкие и литые, выдерживают поставленные на них брусья, ибо апостолы в жизни как руководствуются их проповедью, то есть пророков, так и укрепляются их почтенностью. Почему под каждый брус подводится по два подножья? Потому что если святые пророки в своих словах о Мессии между собой согласны, то следующие за ними церковные проповедники строят проповедь без всякого сомнения. А чтобы между собой не расходиться, тверже держитесь их. То есть понимание Патерия, а точнее Григория Двоеслова, мысли которого выражает епископ Бреши Патерий, здесь мы видим и образ пророков, и образ апостолов, и призыв к христианским церковным проповедникам проповедовать на основании пророков, то есть книг Ветхого Завета, и на основании апостолов, то есть книг Нового Завета. 22 стих 26 главы говорится для задней же стороны Скинии к западу сделай шесть брусьев. И по этому поводу Беда Достопочтенный во второй своей беседе о Скинии так и пишет. «Поскольку праведные царствуют с Господом, а прочие гибнут навеки, то в Писании верно говорится об этой стороне Скинии, что она глядит на море». Ведь речь идет о Красном море. Здесь речь идет о том, что вот эти слова для задней же стороны Скинии к западу, вот слово «к западу» в еврейском оригинале буквально «к морю», к морю. Поэтому Беда отталкивается от буквального понимания. Ведь речь идет о Красном море, в который погрузился фараон со своим войском, а Израиль, избавленный от него Господом, восходит к горе Синай, где создал Скинию. Поэтому западная сторона Скинии обращена к морю, когда Святая Церковь после совершения благих дел венчается во Христе и будет свободным взором смотреть на пороки или наказание нечестивых. Свободным взором смотреть на пороки имеется в виду на наши прошлые пороки. Почему мы свободным взором будем смотреть? Потому что мы свободны от этих пороков. Мы можем говорить о том, что это, да, было в нашей жизни, было, но уже прошло. Также святые отцы обращают внимание на 25 стих 26 главы, где сказано «И так будет восемь брусьев». По этому поводу пишет блаженный Августин. Августин – это его 164-е послание. Иногда в одном и том же образе, деянии или высказывании две вещи означают что-то одно. Так, верующих означают брусья, которые были выбраны для устройства ковчега. И их же восемь душ, которые в этом же ковчеге были спасены. Здесь Августин имеет в виду и Ноев ковчег, и Ноев ковчег, в котором спаслося восемь душ. Это Ной, его жена, их три сына и три жены каждого из них. Восемь человек. Также и в Евангелии Христос – и пастырь, и дверь для овец. Таким образом, он число восемь из 25 стиха 26 главы книги Исход интерпретирует как на прообраз церкви. А Ноев ковчег, в котором спаслось восемь душ, это именно прообраз церкви. Есть интерпретация и на 28 стих, вот на эту фразу, а внутренний шест будет проходить посредине брусьев от одного конца до другого. Внутренний шест – это тот, на котором опирается все. И беда достопочтенный в трактате о скинии, это второе слово, пишет. Следовательно, под шестом, протянутым от верхнего края досок до края другой стороны, в десять локтей ширины скинии следует понимать прочно утвержденное во главе обеих частей досок, чтобы тем самым и эта часть скинии опиралась не на доски, а на колонны, и была прикреплена не хуже, чем другая часть, и могла противостоять могущему возникнуть ветру. Если желаешь знать также и это таинство, чей это брус, то оно без всякого сомнения образно указывает на самого нашего Искупителя, Христа, который как бы от угла до угла прошел, поскольку от иудейского народа, который он, Христос, прежде избрал, он в своей умилостивительной жертве предал себя на спасение множества племен. В таком смысле он по справедливости называется у пророков краеугольным камнем. То есть Христос является основанием всякого строения, и отцы созерцают его в обустройстве скинии, и в обустройстве любого храма, как краеугольный камень, и в обустройстве церкви. С 31 стиха по 37 устройство завесы, и сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, крученого весона искусной работой, должны быть сделаны на ней херувимы. Мы видим, что завеса голубого цвета – это небесное происхождение таинства нашей веры, а пурпуровый и червленый цвет шерсти, крученого весона – это неотделимость от небесного откровения, страстей Христа, его кровавого подвига, совершенного нас ради человек и нашего ради спасения. И вот в окончании сегодняшней беседы хочется прочитать слова беда достопочтенного этого Гамилии на Евангелии. Здесь он рассуждает как раз о завесе неба. «Сам Христос был отделен от средней стены завесой, а помещение, находившееся за жертвенником, но внутри которого был помещен ковчег завета, называлось Святое Святых. И церковь отчасти путешествует по земле, вдали от Господа, а частью с Господом царствует на небе. Ведь под средней стеною понимается само небо, а под ковчегом завета «Господь, который один, ведая отеческие тайны, прошел глубины небес». Как Моисей, войдя в облако, был сокрыт от взора людей, так и Христос в своем вознесении на небо облако скрыло его из вида. Но его подвиг, подвиг его крови остается столь же весомым и значимым для нас. И когда в Писании Христос говорит, что он с нами во все дни и до скончания века, имеется в виду в том числе и его присутствие в святых дарах, когда мы причащаемся его истинного тела и его истинной крови, вспоминая его страдания и его самого, как хлеб, сошедший с небес. Поэтому наличие в этой завесе и голубого цвета, и червленого, пурпурового, красного – это значение той жертвы, которая явилась в этот мир с небес, как он сам и говорит о себе, что он есть хлеб, сошедший с неба. Вот так мы видим, как с помощью святых отцов, казалось бы, очень сложный текст, который как бы и не имеет применения христианской веры становится совершенно христианским. И за это мы благодарны святым отцам и Григорию Двоеслову, и Беде Достопочтенному, и Блаженному Августину, чьи комментарии мы сегодня вспоминали. Спасибо всех, Христос!